Частый ваш вопрос, что можно использовать при нарушениях сна без тяжелых побочных эффектов, без привыкания и зависимости, в том числе физической зависимости. Я бы сказала, что это препараты из группы, которые влияют на гистаминовые рецепторы, в частности это антигистаминные препараты, такие как доксиламин или донормил, такое его торговое название. Но здесь в этой группе есть еще два препарата, о которых вообще мало кто знает, что их именно так можно применять, хотя, конечно, такое применение уже не рекомендуется, но тем не менее эти препараты имеют место быть. Я сегодня расскажу вам в целом об этой группе антигистаминных препаратов для лечения кратковременных нарушений сна, кому эти препараты подходят, какие у них побочные действия, как они применяются, поэтому смотрите дальше. Меня зовут София Роттермель, я европейский лицензированный врач и доктор наук по молекулярной медицине. Свою научную степень я получала в Австрии, защищала диссертацию на немецком и английском языках и более 10 лет работала в клиниках Германии психиатрического и неврологического направлений, поэтому я себя считаю универсальным специалистом по мозгу и психике и веду уже более 5 лет для вас свой YouTube-канал, который получил серебряную кнопку. Здесь вы найдете множество информации о препаратах, информации по диагнозам, информации для родственников, а также я провожу консультации онлайн. Если вам нужна консультация по психиатрии в качестве второго мнения, ревизии медикаментов, уточнения диагноза, пожалуйста, записывайтесь, пишите на почту ассистента, которую вы найдете в описании под видео или в первом закрепленном комментарии. У меня уже было видео для вас о ступенчатой схеме лечений нарушений сна. Ссылочку сейчас вы видите как раз наверху. Если речь идет о коротких нарушениях сна, то на 1-2-3 недели можно попринимать вот какой-то легкий препарат. Если же нарушения сна хронические, то здесь я всегда рекомендую все-таки пройти более подробное обследование и посмотреть. Возможно, эти нарушения сна являются все-таки выражением какого-то более глубокого состояния психики. Часто нарушения сна уже бывают симптомом, таким вторичным проявлением при депрессиях, тревожных расстройствах, реакциях на стресс, то есть посттравматическом стрессовом расстройстве. Так могут, например, проявляться и другие психические заболевания. Если мы говорим о хронических нарушениях сна, то это то, что длится более трех месяцев, более трех дней каждую неделю. И сразу еще здесь дисклеймер, что ни в каких видео о медикаментах я никакие препараты не рекламирую. Я вам совершенно объективно предоставляю информацию, рассказываю. Решение, конечно, нужно уже принимать со своим врачом, то есть обязательно не заниматься самолечением. Препараты может выписывать только врач после тщательной диагностики. Итак, легкие препараты для кратковременного приема подходят, например, если вы едете в отпуск, да, если вы едете в поезде, если вы летите в самолете, и вам нужно поспать. То есть вот, допустим, обстановка вообще не предрасполагает хорошему сну, и вам сложно уснуть, сложно выспаться. Это могут быть также вообще ситуации для некоторых людей нахождение не дома, да, то есть не в своей кровати, потому что бывает, что вот кому-то именно нужна своя вот эта атмосфера, и очень сложно вообще спать в незнакомом месте. Кроме того, эти препараты могут ситуативно назначаться, если вам предстоят какие-то экзамены, какое-то важное мероприятие, и вы вот такой, ну, немножко тревожный, да, волнующийся человек, который уже загодя начинает об этом думать и нарушается сон. Вот такие вот легкие препараты можно принимать либо какими-то периодами в течение жизни, либо вообще в отдельной ночи, да, если сложно заснуть, или вы часто или рано просыпаетесь. Итак, если говорить про группу вот этих антигистаминных препаратов, снотворных препаратов, то они достаточно легкие. Они имеют меньше побочных действий, меньше вот такое утреннее зависание, да, утренняя сонливость. Особенно если мы сравниваем с более тяжелыми препаратами, например, такими как кветиопин, да, потому что кветиопин все-таки я считаю более тяжелой артиллерии, гораздо более тяжелый, это уже нейролептик. И также если мы сравниваем со снотворными антидепрессантами, такими как трозодон, миртазопин, то, конечно, вот такие антигистаминные препараты тоже гораздо легче. Они действуют, ну, по определению через блокаду гистаминовых рецепторов. Это означает, что они соединяются с гистаминовыми рецепторами, предотвращают действие гистамина, да, на эти рецепторы, и таким образом уже вызывают вот это вот снотворное действие. Кроме того, они обладают еще и успокаивающим действием. И третье действие по определению, оно вообще должно идти первым по логике, это, конечно, противоаллергическое действие. Также частое показание этих препаратов, это вообще морская болезнь укачивания в транспорте. И сейчас на экране вы видите как раз преимущество антигистаминных средств по сравнению с более тяжелыми снотворными препаратами. Первое, конечно, что маловероятна физическая зависимость. Она описана в очень редких спорадических случаях, но в целом препараты достаточно легкие, и они уже через какое-то время вызывают толерантность, да, как бы перестают действовать в таких терапевтических дозировках. Поэтому вот все-таки физическая зависимость действительно маловероятна. Меньше утреннего зависания утренней сонливости, и действие наступает достаточно быстро. То есть не нужно ждать несколько часов, прежде чем препарат подействует, они действуют в пределах 15-20 минут. Но также у этих препаратов есть, конечно, и недостатки. Это слабое действие, да, потому что, опять же, если вы пробовали какие-то другие снотворные препараты, более сильные, переходить на эти препараты, ну, сложно, потому что в сравнении они действительно будут казаться слабенькими. Быстро возникает толерантность, как мы с вами сказали, да, то есть привыкание вот к дозировке, и, в общем-то, через какой-то период они уже не дают вот такого первоначального эффекта. Также может быть снижение скорости реакции с утра, вообще влияние на когнитивные функции с утра, да, вот когда человек только что проснулся. И также могут быть, конечно, разнообразные лекарственные взаимодействия. И если говорить о побочных действиях, то, конечно, они развиваются не у всех, и даже если развиваются, то, конечно, в разной степени, да, то есть не обязательно в какой-то катастрофической степени. Но, тем не менее, интересно, что, несмотря на такой благоприятный профиль, эти препараты в настоящее время не рекомендуются как раз в Германии, в частности, вследствие своих побочных действий и высокого риска, да, вот тех же лекарственных взаимодействий. И я здесь привожу вам скриншот из немецкого учебника. Это учебник фармакологии Бенкерта, на который ориентируются практически все немецкие врачи. И вот здесь вот как раз выделено, что эти препараты на сегодняшний день не рекомендуются. С чем же связаны такие побочные действия? Ну, в первую очередь, это так называемые антихолинергические действия, то есть связанные с блокадой, да, от стилхолиновых рецепторов. И в первую очередь, это сухость слизистых оболочек. Вот это побочное действие может проявляться в разных органах и системах. В частности, это сухость во рту, это очень неприятно, но, конечно, не критично. Более критично, это склонность к запорам, это задержка мочи и спускания. Поэтому, если есть вот такие вот уже симптомы, даже до приема препаратов, такие препараты все-таки не рекомендуются. Кроме того, антихолинергическое действие – это влияние на ритм сердца, да, нарушение ритма сердца. Можно ли эти препараты при беременности? Вот доксиламин или донормил, про который мы говорим сегодня в первую очередь, как раз является препаратом выбора при тошноте и рвоте, при токсикозе у беременных. И допустим также при беременности для лечения краткосрочных нарушений сна. Вот здесь вы тоже видите выдержку. Это сайт, который называется Embryotox, немецкий сайт, где я часто проверяю именно, насколько препарат подходит или не подходит при беременности. Если говорить про второй препарат, дифенгидромин, про который мы поговорим чуть дальше, то он известен вообще с 1946 года, да. И на сегодняшний день это хорошо изученный препарат, в том числе при беременности, и исследовано более трех тысяч женщин. Препарат действительно может рекомендоваться на протяжении всей беременности. Это вот тоже очень хорошее свойство. Не обнаружено было повышенной частоты пороков развития у детей. Препарат Прометазин, это третий препарат, про который мы сегодня говорим, возможен при беременности, если есть на то определенные показания. Но лучше все-таки предпочесть два вышеперечисленных препарата, если вот нужно такое снотворное действие или действие против токсикоза. Все препараты практически снотворные не назначаются при апное во сне, в том числе и антигистаминные средства. Хотя, конечно, их действие гораздо мягче. Но, тем не менее, мы знаем, что любые снотворные препараты могут усиливать апное во сне. Из-за побочных действий эти препараты не сочетаются. Их нельзя сочетать с трициклическими антидепрессантами, потому что и у тех, и у других выражено вот это вот антихоленергическое побочное действие, и оно будет усиливаться. Также с некоторыми антиаритмическими препаратами, с многими антибиотиками, с многими антипсихотическими препаратами и антидепрессантами. И, конечно же, несовместимо с алкоголем, потому что возрастает вот это вот сидирующее действие и действие нарушения концентрации внимания. И очень важно все-таки эти препараты принимать в начале ночи, если вы уже предполагаете, что возможно нарушение сна, допустим, именно сегодня, то лучше принять сразу, чем, допустим, уже прошло полночи, и потом уже принять препарат, тогда будет, конечно, утренняя сонливость. Давайте рассмотрим отдельных представителей этой группы антигистаминных снотворных. И начнем, конечно же, с препарата доксиламин или донормил, как известно его торговое название. Препарат достаточно общедоступный. В Европе он продается без рецепта, но в частности я говорю про Германию, то есть его можно купить повсеместно. Но при этом, как мы уже сказали выше, вот именно у этого препарата возможны случаи зависимости, особенно если человек при толерантности постоянно повышает дозировку. Он может, опять же, вызывать те же антихолиэнергические эффекты, может вызывать тахикардию, нарушение ритма сердца. Не очень много исследований на сегодняшний день. И, как я уже сказала, несмотря на то, что в Германии он продается достаточно открыто, он не рекомендуется профессиональным сообществом. Опять же, из-за побочных действий и возможных лекарственных взаимодействий. Также показания к этому препарату не соответствуют, например, международной классификации болезней. Ну, то есть они чисто симптоматические. Например, в аннотации написано, что препарат назначается для улучшения беспокойного сна. И несмотря на то, что препарат такой достаточно легкий, его не рекомендуется принимать в течение более двух недель. Препарат метаболизируется в печени. Период полувыведения у него около 10 часов. То есть действует он 6-8 часов. Это как раз то время, которое нужно большинству людей, чтобы нормально поспать. Он также подходит для улучшения и засыпания, и продолжительности сна. Например, если есть такие пробуждения в течение ночи, если есть ранние пробуждения, то как раз препарат очень хорошо подходит. Следующий препарат, второй из этой группы, я думаю, что у многих вообще вызовет удивление, что я про него рассказываю. Это препарат дифингидромин или пресловутый димидрол. Вот когда мы говорим дифингидромин, ну, навряд ли вообще кто-то поймет вообще, что это такое, о чем идет речь. Но когда мы говорим димидрол, ну, все слышали, что такое димидрол, да? Конечно, сейчас мало кому придет в голову вообще этот препарат принимать как-то для лечения нарушений сна краткосрочных, но тем не менее он есть во всех европейских психиатрических справочниках именно для этого показания. И он все-таки имеет место быть для лечения краткосрочных нарушений сна. Он тоже начинает действовать достаточно быстро. Через час уже достигается максимальная концентрация в крови. Метаболизируется он также в печени, так же, как и Донормил. И вот здесь очень важно у этой группы препаратов, если генетически, да, есть изменения в работе системы метаболизма печени, системы цитохрома P450, то эти препараты тоже могут метаболизировать совершенно по-разному. У этого препарата период полувведения немножко дольше, да, то есть 7-12 часов, поэтому все-таки возможно такое утреннее зависание. Но тем не менее показания такое же, да, то есть это лечение краткосрочных нарушений сна. И третий препарат, который тоже относится к этой группе, тоже, я думаю, что когда мы говорим про метазин, ну, мало кому что это говорит, но когда мы говорим пипольфен, вот я думаю, что люди, которые жили еще при Советском Союзе, они прекрасно помнят это название. Также этот препарат называется дипразин, в Европе он называется отузил, и очень часто применяется, например, при, опять же, проблемах со сном или психомоторном возбуждении вообще в такой общей большой психиатрии. Этот препарат помимо действия на гистаминовые рецепторы, также действуют и на дофаминовые рецепторы. Мы могли бы предположить у этого препарата какие-то антипсихотические свойства, но нет у него на самом деле такого действия. Он не назначается для лечения психозов или шизофрении, он обладает только вот таким вот успокаивающим и снотворным действием. Также он является антагонистом адренергических, серотониновых рецепторов. Вот как раз за счет влияния на адренорецепторы он как раз тоже оказывает сидирующее действие. Время полувыведения 10-12 часов, то есть тоже мы видим, это достаточно такой большой период. И показания для назначения прометазина, ну в частности в Германии, включают не только как раз лечение краткосрочных нарушений сна, показаний больше, чем у других препаратов из этой группы. Это также психомоторное возбуждение на фоне любых других психиатрических состояний. Также, ну вот как мы сказали, это краткосрочное нарушение сна, а также любая, то есть тошнота и рвота, особенно вот такая вот морская болезнь или укачивание. А в острых ситуациях он может даже сочетаться с антипсихотиками. Таким образом, друзья, подытоживая то, что мы сегодня рассказали, эти препараты могут применяться, как такие временные, легкие, снотворные. В этом плохого ничего нет, их можно применять либо периодами, если какой-то тяжелый период, сложности с засыпанием, с продолжительностью сна, либо спорадически в отдельной ночи, также по потребности. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно и интересно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, где также я провожу часто прямые эфиры, выставляю что-то из жизни, из путешествий. И по традиции, желаю вам психического здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!